привет друзья мои покажу процесс приготовления нескольких мясных блюд которые будут практичны и безопасны в дальней дороге готовим как приготовить вкусную еду в дорогу блюдо на костре начнем первое блюдо с которого мы начнем приготовление будет курица в луковой шелухе в казане беспроигрышная холодная закуска сытно долговечно и под рюмочку вкусно в 12 литровом казане воде у меня закипает луковая шелуха промытая хорошо дадим ей время провариться и отдать красящие пигменты воду пока луковая шелуха окрашивает воду займемся вторым блюдом домашние колбаски без оболочки очень вкусная штука и важно что весь наполнитель для колбасок мы готовим под вкусы своей семьи наполнителем для колбасок послужить свинина и куриная грудка 50 на 50 лук чеснок все мясо нарезаем на кусочки удобные для работы в мясорубке до забуду еще про сало будет еще кусочек сала для сочности шелуха достаточно отварилась цвет воды очень хороший курица будет как копченая что мы делаем удалим шелуху чтоб у нас культурно было в казане готовить курицу окрас воды я вам покажу сейчас как курицу будем закладывать еще одно хочу сказать чем больше шелухи положите тем окрас воды будет темнее и темнее будет курица прежде чем мы курицу опустим в окрашенную воду мы воду немножко удобным специями два вида перца горошком и самое главное так как у нас курица будет считать ну нужно нам с большим временем мы под долговечности воду надо хорошо посолить вот как холодец мы немножко пересоливаем так и здесь вот смотрите какой цвет опускаем курицу в казан и отвариваем до готовности если у вас курица полностью не погрузилась придется будет переворачивать чтоб она равномерно окрасилась появился на ней копченый вид который даст еще и долговечность этому блюду продолжаем заниматься колбасками ведь все наполнители для фарша пропускаем через мелкую решетки для мясорубки два раза хотел сало порезать мелкими кусочками но у меня сейчас такая жара все все плавится буквально все пропускаю лук чеснок мясо сало накал наполняем колбасный фарш специями 3 сырых яйца соль перец по вкусу чайную ложечку мускатного ореха ой кориандра сперва смотрите не перепутайте а мускатный орех на кончике ножа а кориандра чайную ложечку и хорошо все умешиваем весь наполнитель для колбасок хорошо тщательно тщательно вымешиваем чтоб белок мясной соединился между собой накрываем пленкой и в холодильник для созревания фарша я на часа на три но вы можете и на ночь остаться колбаски вкуснее будут третье блюдо нашего дорожного меню будет сочная буженина но без духового шкафа а на сковороде для приготовления нам понадобится цельный кусок мяса у меня свинина шея тут килограмм немножко больше но это не принципиально можно взять любой другой цельный кусок мяса в куске делаем прокол и шпигуем его морковочкой и чесночком но прежде опускаем их в смесь соли и перца чтобы у нас внутри просолилась и проперчилось и в прокол вставляем так и так по всей по всему куску мяса когда часто на шпигуете мясо будет вкуснее поэтому не ленитесь дальше шпигоновый кусок мяса осыпаем смесью солью и перца со всех сторон пусть полежит у меня уже курица готова сейчас курица разделаемся и продолжим дадим курице еще 10 минут все-таки 2 килограммовая тушка еще не успела продолжим заниматься бужениной сковорода печь масло растительное для обжарки сильно-сильно нагреваем горячее масло опускаем буженина пушком наша задача обжарить запечатать мясо обжарить до корта до косточки со всех сторон кусочек поэтому масло должно быть сильно горячее если у вас получится постарайтесь обжарить и торцы кусочков пришло времени и для первого нашего блюда курочки но с ней надо обращаться очень аккуратно чтоб не нарушить ее шкурку мы еще натирать ее будем но сперва мы ее остудим хорошо курочки курочку охладим а затем продолжим посмотрите копченый вид кто не знает что луковая шелуха скажет копченая курица охлаждаем буженина после обжаривания приняла очень аппетитный вид но мы продадим еще пикантности для дальнейшего приготовления домашняя горчица обмазываем всю буженину со всех сторон хорошо хорошо еще добавить берем рукав для закипи за запекания отрезаем по размеру нашей буженины по размеру куска закладываем буженину рукав за для запекания удаляем воздух и завязываем другой край продолжаем заниматься домашними колбасками они будут без оболочки как я уже говорил оформировать я его буду рукаве для запекания вот я такие прямоугольнички из рукава нарезал берем охлажденный фарш который уже созрел я надеюсь делаем колбаску какую вам надо и укладываем на отрезанный рукав фарш для колбасок подготовленном рукаве плотно в рукаве заворачиваем плотно и края завязываем оставим на время колбаски отвлекемся на 5 минут у меня вода уже закипела казани отправим в казан буженину в рукаве если будет плавать можно придавить тарелочкой и так отвариваем на воздух начать скинуть до готовности домашние колбаски сформированы но прежде чем приступить к дальнейшему этапу приготовления сделаем проколы чтоб их не разрывало сформированные колбаски укладываю в кипяток в жаровню и отвариваем 20-30 минут посмотрим как уже не на в казане себя чувствует я принципиально не хочу прокалывать рукав чтоб не было соприкосновения буженины и воды чтоб не смыло наш поджаристый слой думаю так сварится килограммовый кусок часа два ему и будет готов а ля копченая курица остыла приготовим для нее аромат на чесночную перечную обмазку чеснок через пресс и перец молотый размешиваем и обмазываем курицу обмазываем это неверное слово верное будет натираем только осторожно курица хоть и остыла а кожица у нее еще нежная и сразу в пакет и в холодильник а затем в дорогу достаем и колбаски хорошо отварились колбаски сразу не разворачиваем охлаждаем хорошо хорошо а потом разворачиваем и я покажу что с ними дальше делать пусть остывает домашние колбаски остыли держат форму освободим их от оболочки им еще предстоит один этап самый вкусный хорошо остужайте колбаски чтоб держали форму в чугунной сковороде распустим ложки 2 топленого сливочного масла обжариваем колбаски чисто масло топленое для себя делаем выпла выкладываем колбаски горячее масло плохо нагрелась и обжариваем до аппетитной корочки обжаривание даст колбасам долгую жизнь долгую жизнь как правильно сказать долго долго будут храниться обжариваем колбаски со всех сторон до румяного колера обжаренные колбаски снимаем на полотенце бумажно кто не хочет колбаски обжаривать можете так кушать охладить и кушать отварными по-моему с таким колером любому понравится колбаски хороши уже не на нас не подвела но сейчас уже можно проколоть чтобы узнать как мясо замечательно все достаем буженина достаем буженинку все друзья дорожные блюда готовы приглашаю вас от пробовать все это богатство и Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, еда в дороге необходима. И хорошо, если она удобно упакована и безопасна. А мои рецепты вам в помощь. Всего вам доброго. До встречи на канале.